здравствуйте сегодня многие пользуются тестерами значит скажу так почему я купил именно этот тестер dt 830 b то что он как бы так вам сказать дешевый то первое второе то что он более-менее по-человечески сделан значит это не на коленках собранный и не зовут это как фабрика почему я решил фабрика когда его раскрывал значит я взял он был в коробке запакованный в нем стояла батарейка раскрутил два вот этих вот саморезом снял крышку значит там крона подсоединена через нормальные разъемы под крону значит тут на задней крышке изнутри был такой пластмассовый как бы пятачок кружок который придавливает именно плату поддерживает во время того как вы пользуетесь она не прогибается нигде не играет то есть она делает упор что плата она на упоре лежит когда вы вращаете значит это все более-менее сделано но в этих тестерах есть большое но почему такое вот но кто спросит советую я или нет у кого бюджет так скажем в принципе это неплохой вариант пользуюсь я им уже полгода этим тестером очень много видео в ю тубе на такие тестеры на dt 830 б на 830 832 838 то есть разные есть и а и б то есть есть и другие мультиметры ну кто тестер мультиметр называют в принципе это не столь важно значит самое интересное по поводу щупов щупы самые дешевые самые обычные но остренькие да почему я именно взял именно этот тестер значит у него есть прозвонка еще один такой совет если будете покупать тестеры значит смотрите что прозвонка прозвонка диодов была и звуковая прозвонка была рядом с выключением потому что это самые важные функции в мультиметре значит для тех кто уже имеет именно или такие модели либо другие модели у кого 23 мультиметра советую перевести вот этот вот сделать во первых как сделать либо батарейку оттуда ну вывести за внешнее либо внешнее питание подсоединить либо сделать какую-то кнопку включения выключения где-то сбоку где есть место сделать какой-то тумблер почему советую сделать тумблер для удобства для того чтобы постоянно он был включенный но где-то тумблер вы включили и у вас от внешнего питания либо от внешней батарейки пошло либо от той же батарейки чтобы не постоянно не с положения с этого не выходить каждый раз не щелкать почему чтоб не щелкать износ идет барабана плата на плате там есть дорожки когда вы крутите происходит вот идет щелчки это переключение когда шарики там походят но и тут размещены контакты которые идут по кругу которые замыкают на каждую дорожку они соединяются значит советую либо использовать несколько но ставить в те положения в которые вы часто пользуетесь допустим прозвонка диодов главное чтоб в других тестерах если вы покупаете тестер выбирайте главное чтобы она была где-то рядышком с включением тогда одно только деление так вот клац переключились и все это там просто например показываю значит что еще важного такого я его выбрал тут нету звукового тут просто диоды есть значит почему звуковой нету и мигающего светодиода нету с низ светового не звукового значит ну конечно печально для такого уровня конечно я покупал за 70 гривен этот мультиметр у некоторых нормальных фирмах есть звуковой сигнал и есть световой не только индикация но еще и светодиод где-то мигать должен значит что еще касается почему я его именно вот его взял то во первых то что он дешевый во вторых почему я взял без звукового я могу там здесь со звуковым для того чтобы кто отдыхает в комнате а я иногда в комнате прозваниваю некоторые детали просматриваю я люблю сидеть возле возле настольной лампы и вечером как бы после работы заниматься на ремонтом техники поэтому вот я взял чтобы она не гудела не сигналила не трещала единственная жалко что светового нету значит что хочется сказать по поводу щупов щупы здесь не защищенные значит это такие травмоопасные если будете пользоваться крокодилами значит если где-то оставите на фазе либо 0 фазу и будете не добудет дотронетесь вас может ударить током значит это единственный такой от минус значит провода да они жесткие не особо особенно вот здесь вот они болтаются это еще когда при покупке еще полгода назад конечно но они надо бывают там как-то отрываются это я по отзывам такое раньше слышал видел видео в ю тубе значит не знаю тут написано 10 ампер на 10 ампер я никогда его не проверял выдержит 10 ампер или до 10 ну скорее всего что они понимают это подразумевают 10 ампер это как ну до 10 наверно а там кто его знает повезет не сгорит повезет зарит ну в общем рулетка значит что еще могу сказать на солнце надо джека экран плохо виден приходится подставки здесь подставки нету значит где-то как-то подложить если вы сидите чтобы удобнее было вынести не сюда сможете то есть что-то она съезжает поэтому либо где-то какую-то подставку делайте под него просверлить и просто где-то какие-то две дырки сделайте с одной линейки 15 сантиметров две такие и вкрутите чтобы он у вас стоял это единственный такой совет значит что я мерил сопротивление мерил диоды мерил прозвонкой пользовался сеть проверял но больше такого ничего но в основном то что провода проверяю у меня работа связана этом с ремонтом перебитыми проводами для мышек для клавиатур в основном с проводами пользуюсь поэтому прозвонка как бы провода щупать если там в жгуте это самый такой вот платы проверять где куда какой вывод идет в принципе это неплохой вариант но еще раз повторяю надо чтоб добраться до прозвонки это надо пройти полокруга это вытрете это износ платы идет поэтому если есть возможность купить и не поленитесь еще парочку таких и поставьте на несколько делений ну а также питание подведите 9 9 вольт я думаю хватит какой-нибудь батарейки тут кстати в этой вот есть да кстати как отличить фабрику завод от тестера который сделан на коленках значит еще раз повторяю если вы снимаете заднюю стенку и там есть крона но нет укреплений для кроны то есть нормальных креплений а там разные либо жестянки стоят ну в общем жесть с консервной банки контакты простые как вот это вот но два минуса таких вот для пальчиков батарейки но они даже не пружинят они такие ну гнуться общем загибаются ну в общем плохие значит и есть там еще варианты когда пружинки такие две это тоже тихий ужас а такого лучше вообще такое лучше не покупать если с вариант взять более-менее нормальный когда если вы откручиваете здесь тут есть такой разъем под крону но сделан нормальный разъем под крону вот это более-менее значит это уже показатель да и когда при включении у вас тут нормально этот циферблат показывает видно сразу что циферблат плате через эту резинку там нормально но прилегает то есть если отходят это деление ну не полностью читаемый как бы там единица на полу единица там или шестерка непонятно на шестерку значит вам надо открыть крышку там есть плата прикручена к передней панели к этой подтянуть саморезы на этой плате подтянуть хорошенько ну и плюс еще некоторые я знаю почему именно бывают случаются во время пользования иногда отходит потому что на задней крышке там есть упор он неплотно прилегает именно к плате когда вы постоянно вращаете у вас вот этот ручка она вы когда вы крутите она упирается в плату и плата это играет и когда вы она это играет когда вы постоянно пользуетесь там через время у вас саморезы как бы ослабевают и не отходят и получается плата немножко отходит от этой резинки и у вас есть такие неполностью читаемые сбои идут по самому экрану поэтому чтобы этого не было я видел некоторые то скотч то изоленту подкладывают ну желательно конечно подкручивать если есть вариант брать нормальность ну и есть тестеры за 50 гривен есть там такой же как я взял за 70 тогда еще но видел за 40 за 30 гривен дешевые не совсем сильно дешевый не гонитесь за этим значит есть те которые как бы конструктора модели которые идут допустим плата и набор деталей но уже спаивают не в китае а собирают у нас здесь предприятия на рынке либо сидит мужик на рынке паяет собирает именно тестами но не советую еще люди дома допустим отбивают деньги зарабатывают именно паяют тестом не спешите платить обойдите лучше несколько точек магазинов посмотрите выберите как бы я когда купил первым делом открыл посмотрел как он сделан то есть в первый день когда я покупал я открыл посмотрел там все нормально было батарейка кстати заряженная была нормально значит и уже эта батарейка полгода работает в этом тестере значит ну я им пользовался так скажу не каждый день но от случая к случаю то есть по вечера в день через день как бы там пару пару дней в неделю иногда было то есть в принципе сказать так надежный ну да корпус более-менее он не играет но есть такие нюансы но еще раз повторяю если хотите пользоваться то лучше щупы купить нормально с нормальными проводами защищенные где-то какие-то именно для пользования еще чем столкнулся иногда вот здесь вот есть как на цанге надо шлицевой отверткой раздвигать вот эти вот кончики потому как иногда щупы которые вы сюда ставите втыкаете они просто болтаются здесь не надо на этом еще качество ну проверки у вас прозвонки надо контакты могут отходить поэтому желательно конечно то есть немножко ну раздвинуть обычно часовой отверткой шлицевой то есть еще один такой у меня был казус у меня крокодилы остались советского еще тестера то есть но они сюда не подходят мне пришлось сделать переходник для крокодилов именно на вот эти вот импортные щупы значит у меня и на работе есть мастэйч мультиметр значит там были в комплекте крокодилы я нормально щупы там хорошие кстати там мягкие щупы на мастэйча значит они сюда тоже подходят крокодилы я кстати с работы приносил крокодилы ставил как бы пользовался но не очень удобно крокодилами если у вас не защищенные от этот контакты вот это вот бич самых дешевых таких значит отдельно хороших я ну встречал есть хорошие но они плотные они не мягкие то есть они закрытые но они плотные ну примерно так такого же качества то есть провода либо самому делайте что еще хочу сказать хотел значит на работе у меня есть световая как бы прозвонка на светодиоде собрана вот хочу все времени нету домой сделать именно светодиодную прозвонку потому как тоже надо надо будет некоторые провода проверять не надо не всегда тестер нужен либо тестер что-то другое мерить надо может постоянно не клацать поэтому надо домой еще одну какую-то световую прозвонку сделать не звуковую а световую значит на светодиодиодики с питанием поэтому еще один такой вопрос кто пользовался значит unity мультиметрами это наверно к пользователям не к тем людям которые торгуют именно к пользователям то что что может сказать по unity по фирме кто пользовался такими мультиметрами значит у меня еще первый мой советский тестер которым не он мне попал по наследству я им пользуюсь значит это вот второй тестер который я домой взял скажу так вот вопросы некоторые возникают а точный ли он я так скажу он приблизительный он не совсем профессионально для домашнего и он есть у него какие-то погрешности значит но допустим это все зависит от производителя если тестер собирается на коленках китайцами то там не удивительно что он будет врать если есть завод ну фирма завод которая собирает нормальные тестеры она заказывает свои детали на производстве и просит это производство чтобы их не атака работала то есть проверяла детали перед их ней отправкой к ним значит плюс когда приходят детали там сопротивление конденсаторы там разные элементы на заводе который собирает именно тестеры они проверяют дополнительно эти компоненты чтобы не было разбежности по значениям строго фиксированные стоят детали поэтому такие тестеры они получаются более точные то есть он уже тогда не будет врать значит но так как китайцы собирают все это на коленях я так называю ну и там не смотрят на погрешности этих деталей поэтому он будет врать и довольно таки много значит по поводу я еще раз говорю как он собранный смотрите если собранный так ляп то понятно что будут будет конечно там погрешность у него вранья либо в плюсовую либо в минусовую сторону значит что еще хочу такое вот еще сказать значит я знаю что некоторые восстанавливают платы на тестерах есть такие видео значит у кого есть мультиметры уже поломанные ну точнее с этой ручкой который там либо плохо переключается либо сбой идут можете посмотреть и попробовать восстановить тестер ваш что еще такое хочется вот напомнить сказать ну у меня таких вот особых проблем не было за эти полгода с этим тестером значит почему я взял 830 и не 832 не 838 значит другие просто я не захотел я взял самый простой самый обычный мне многого не надо для дома и этот сойдет значит остальные там стоили по 100 гривен и по 120 по 130 ну в общем разные есть я взял за 70 самый такой обычный самый значит это еще полгода назад меня в принципе он устраивает ну если есть возможность купить хороший теста обойдите ни один магазин ни один лоток значит на рынке можно купить ну опять же смотрите значит есть у кого-то проблемы с бюджетом кто думает значит купите простой попробуйте им работать потому как некоторые я слышал в ю тубе уже неоднократно полили потому как тут и которые забывают как пользоваться щупами поэтому иногда его палят либо посмотрите видео как ему пользоваться перед тем как использовать поэтому либо сделайте себе какую-то табличку подсказку к этому тестеру значит коробка у меня к нему сохранилась инструкция там помог какая-то была уже сейчас не помню ну вот что еще хочется по поводу этого тестера сказать по энергономике но да он маленький в принципе легкий карман помещается значит но если сравнивать с масты чем те которых есть кнопка функции памяти что можно запомнить значение если вы кнопку нажали у вас фиксируется значение то конечно да стоящий аппарат но кому нужна температура кому там еще что-то надо ну там есть допустим других тестеров термопары значит том мире допустим нужна температура смотрите по значениям кому что надо измерять поэтому от этого и отталкиваетесь ну еще раз повторяю лучше взять несколько таких вот тестеров поставить несколько режимов сделать какую-то кнопку либо отдельно батарейку с выводами поэтому померили отключили все надо померить опять подключили батарейку вас батарейка не садится и вы не ломаете тестер то есть он у вас нормально работает стоит в одном том же положении в данном случае у меня выключены но за полгода как бы нормально но отзыва в ютубе очень много по поводу таких вот тестеров значит есть что говорят нормально есть что горят плохо я так скажу из 10 баллов ну три балла я ему точно поставлю не скажу что шикарный тестер не скажу что прямо вах за полгода но это пользовательские мои именно впечатление о нем иногда ну хочется чтобы была подставка вот единственная если так вот разбираться надо солнце либо свет с люстры падать либо когда настольная лампа работает иногда плохо видно подтягивать как-то подвигать чтобы видно было либо наклоняться над ним сматриваться вот в принципе вот так вот но спасибо за внимание делайте свои обзоры ставьте пальцы там подписывайтесь на канал я думаю будет очень много интересного есть много такого наперед видео так что до свидания спасибо